На минувшей неделе автомобильный мир оказался как никогда близок к авиации. Вопросы с законом решены. Первый летающий автомобиль, а точнее автожир, сертифицирован для использования на дорогах Евросоюза. Теперь слово за авиационными властями. Звание самой громкой мировой премьеры, как минимум за выхлопную систему, заслуживает заряженный Volkswagen Golf R. Отметили мы и 50-летний юбилей Range Rover и новое поколение внедорожника Isuzu MUX. А российский рынок по осени не досчитался нескольких европейских и японских импортных моделей. На смену им прибывают китайский Great Wall Wingel 7, Jack J7 и S7. Некоторое разнообразие внесет Peugeot 2008 испанской сборки. Тем временем отечественная «Лада» в буквальном смысле увлеклась очернением своих серийных моделей. Многие уже забыли, что голландская компания PLV в 2017 году начала прием заявок на первый массовый автомобиль, способный летать. С тех пор серьезных новостей от команды не было. И вот неожиданный прорыв. Автожир «Трицикл Либерти» наконец получил право передвигаться по дорогам общего пользования в Европе. При этом летать Либерти официально пока не может. Ведь Героплану еще только предстоит получить сертификат от Европейского агентства авиационной безопасности. А перед этим налетать 150 испытательных часов и оформить 1200 специальных отчетов. Впрочем, голландцы уверенно назначают старт продаж на 2022 год. Машину из приветственной серии в 90 экземпляров предложат за полмиллиона евро. За такие деньги реально купить целый вертолет от именитого производителя. Или несколько новеньких автожиров. Пусть на шоссе на них не выехать. Между тем, с точки зрения авиации, голландцы сделали как раз автожир с тяговым воздушным винтом и свободным ротором. В воздухе Либерти развивает 180 км в час, а потолок высоты составляет 3,5 тысячи метров. В зависимости от нагрузки модель способна преодолеть 400-500 км. А вот мотоциклисты резонно заметят, что перед нами три цикла и будут правы. Для езды по земле используется неназванный 100-сильный мотор, а для полетов отдельный 200-сильный агрегат. На борт ПЛВ готов взять 20 кг багажа и двоих человек. А для управления нужно не только водительское удостоверение, но и лицензия пилота. Заряженный Volkswagen Golf R летать пока не может. Зато инженеры реализовали полный привод с векторизацией тяги. На каждом заднем колесе установлено по фрикционной муфте. Поэтому ехать, только что представленная R-ка, должна очень и очень интересно. Более того, у немецкого хэтчбека впервые появился полноценный дрифт-режим, когда крутящий момент перебрасывается преимущественно назад, а система стабилизации полностью ослабляет хватку. Вдобавок, самый мощный гольф удивил отдачей. Да, под капотом остался вечный двухлитровый турбодвигатель, но мотористам удалось раскочегарить его до 320 сил. Коробки передач, шестиступенчатая механика или семиступенчатый робот. Спринт до сотни, как прежде, занимает 4,7. Максимальная скорость тоже неизменно ограничена отметкой 250 км в час. Шасси, разумеется, серьезно переделано. Тут адаптивные амортизаторы и усиленные тормоза. И в целом подвеска настроена жестче, чем на прежней R-ке. И даже жаль, что Volkswagen Golf R столь скромен внешне. Хотя внутри спутать 300-сильную зажигалку со стандартным хэтчбеком, конечно, невозможно. Ну а окружающим на особенный статус намекнет грозное бурчание заказного выпуска. Сам Volkswagen предполагает, что побурчать трубой владелец такой зажигалки отправится не куда-нибудь, а непременно на Нюрнбург Ринг. Ради этого список пресетов ездовой электроники дополнен специальным режимом. Еще одна культовая модель, пережившая модернизацию, это последняя легковая Toyota классической компоновки – заднеприводный седан Crown. Снаружи автомобиль остался прежним, зато в салоне прописался огромный тачскрин современной медиасистемы, а ездовая электроника сильно поумнела. Силовые установки не тронуты, в гамму входят двухлитровая турбо-четверка, а также пары гибридных модификаций. Впрочем, для нас эта информация станет актуальной через несколько лет, когда бэушные праворольные крауны начнут прибывать на Дальний Восток. Считать себя культовым может и Range Rover. Британский внедорожный флагман отмечает полувековой юбилей специальной версии 50, то есть 50. Просить за нее будут почти 11 миллионов рублей. В цену включен богатый набор оборудования и фирменный декор, оригинальные накладки на дверных порогах, памятная табличка на центральной консоли и особенная обивка сидений. При желании комплект можно дополнить ностальгической окраской кузова. Например, голубой или песочный. Такого цвета были первые еще трехдверные Range Rover. А еще клиенту придется выбирать между дизельным и бензиновым мотором, а также между длинной и стандартной колесной базой. Но это, согласитесь, приятные муки выбора. Тем более, что общий тираж спецверсии составит лишь 1970 экземпляров. Исудзу MUX до недавнего времени был всего лишь перелицованным Chevrolet Trailblazerом. Но сейчас японцы серьезно потратились, своими силами создав внедорожник нового поколения. В основе новинки лежит пикап Исудзу D-Max, поэтому схема шасси аналогична. Спереди стоит независимая двухрычажка, а сзади неразрезной мост. Вот только на внедорожнике сзади внедрены пружины вместо ресор. Два четырехцилиндровых дизеля тоже известны по пикапу, причем старший мотор сочетается только с шестиступенчатым автоматом. В разных странах будет задний или полный привод, подключаемый с понижающей передачей и имитацией блокировок. Логично, что салоном тоже поделился D-Max, хотя интерьерщики немного изменили декор. Здесь три ряда и семь мест. Богатым комплектациям положены шесть подушек безопасности, современная ездовая электроника и продвинутая медиасистема. Российский офис Исудзу обещал привезти к нам MUX еще год назад. И выход нового поколения может ускорить это стремление. А вот кто точно в Россию приедет, так это китайский лифтбэк Jack J7. По габаритам пятидверка крупнее Шкода Октавии. Единственный силовой агрегат, связка полуторалитрового турбомотора и преселективного робота. Традиционно китайцы делают ставку на богатую комплектацию. В базе заявлены медиасистема, светодиодная оптика, виртуальная приборка и многое другое. Второй новинкой станет семиместный кроссовер Jack S7, который на родине невозбранно продается под именем X7. Переднеприводному паркетнику полагается более мощная версия того же моторчика объемом 1.5. Новинка только что прошла процедуру сертификации, так что цены станут известны лишь под занавес года. К слову, из сертификатов следует, что обе машины Jack будет привозить в Россию из Казахстана, где налажена их крупноузловая сборка. Если дебют китайцев можно назвать неожиданным, то новый Peugeot 2008 мы действительно ожидали. И теперь российский офис обещает начать продажи до конца года. Кроссовер едет к нам, вооружившись двумя бензиновыми турбо-тройками на 100 и 130 сил. Младший двигатель укомплектован механикой, а для более мощного мотора доступен и шестиступенчатый автомат, хотя на западе вместо него ставят восьмиступенчатую коробку. Дизелей и электроверсий нам не предложат, и привод, как прежде, только передний. На демпинг со стороны представительства рассчитывать не приходится, поэтому фанатам французской экзотики, скорее всего, придется заплатить не меньше полутора миллионов рублей. Хотя подробные прайс-листы Peugeot обещает раскрыть через неделю-другую. Судьба импортных моделей на российском рынке, как строчка из песни, так ярко летят, так быстро сгорают. На прошлой неделе мы проводили на выход семейство Mazda 3. На этой с Россией прощаются еще две модели – Volkswagen Arteon и Renault Kaleos. Volkswagen вообще рискует поставить печальный рекорд. Флагманский лифтбэк появился в российских прайс-листах в начале июня, а в конце октября дилеры уже прекратили принимать заказы. Теоретические шансы на возвращение Arteona есть, ведь одобрение типа действует до конца 2022 года. Но продавцы уверены, что дорогой нишевой модели второе пришествие не светит. И это особенно грустно, ведь в Европе Volkswagen Arteon недавно обновился. Слегка подправлена внешность, а гамму версий пополнила мощная R-версия и стильный универсал. Но если Arteon заехал к нам буквально на час, и первая же партия из сотни машин осталась последней, то Renault Kaleos продержался на рынке 4 года. По меркам Renault продажи были не очень хороши. Кроссовер ежегодно находил менее 1000 покупателей, а в нынешнем году набралось только 300. Напомним, что по технике модель повторяет Nissan X-Trail, но в отличие от японского родственника, она собиралась не в Петербурге, а в Корее. Представленный в прошлом году рестайлинговый вариант мы тоже не увидим. В 2020 году в России вырос утилизационный сбор, поэтому представительство Renault посчитало дальнейший импорт невыгодным. Теперь Renault продает в России только модели локальной сборки, построенные на бюджетной платформе B0. А вот китайские машины прибывают одна за одной. Дилеры марки Havail начали продажи пикапов Wingel 7. В каталоге они обозначены аббревиатурой GWM, то есть Great Wall Motor. Впрочем, тонкости названий едва ли волнуют покупателей. Главное, чтобы машина была хорошей, а стоила недорого. И рамный пикап вроде бы отвечает этим требованиям. Под капотом установлен двухлитровый турбодизель отдачей 143 силы, с которым состыкована шестиступенчатая механика. В единственную комплектацию включена пара подушек безопасности, система стабилизации, обычный кондиционер, подогрев передних сидений и лобового стекла, плюс круиз-контроль и медиасистема. Цена 1 749 000 рублей. В середине сентября Шкода представила российскую версию Октавии, которая попадет в продажу 15 ноября. Логично, что между этими событиями уместилось еще одно — запуск локального производства. Как прежде, выпускать лифтбеки по полному циклу со сваркой и окраской кузовов будет Горьковский автозавод. Первыми на конвейер стали версии с турбомотором 1.4, за которые просят минимум 1 409 000 рублей. Это примерно на 200 000 дороже прежней Октавии. А долгожданный атмосферник 1.6 калужского производства появится не раньше января следующего года. Интересно, что старт чешского лифтбека совпал с любопытной датой. В конце октября 2010 года Горьковский автозавод навсегда прекратил выпуск легковых автомобилей. С того момента под маркой «Газ» на рынок выходила только коммерческая техника. Между тем, именно «Шкода» почистила карму газовскому производству. И тут придется начать издалека. Цех, где сейчас обосновались чехи, в 1946 году возвели для выпуска кузовов «Победы», а после нее здесь надолго обосновались «Волги». В 2000 году легковой конвейер принял провальную «Волгу» 31.11. Провальную потому, что тираж модели составил всего 424 штуки. Зато более примитивный седан 31.10 стал настоящим хитом, хотя представлял собой всего лишь очередной рестайлинг 24-ки. В 2008 году «Газ» решился на новую авантюру. Отказавшись от «десятки», нижегородцы сделали ставку на копию седана «Крайслер Себринг». Этот проект под синтетическим названием «Волга Сайбер», как одиннадцатая, тоже прожил около двух лет. А дальше пришел концерн «Фольксваген». И сейчас нижегородские «Шкоды» действительно делают на том сборочном конвейере, который остался от «Сайбера». Более того, некоторые сварочные роботы когда-то делали кузова последних «Волг». Вот такая вот преемственность. Другой российский гигант «АвтоВАЗ» пока не радует реальными новинками, зато регулярно выпускает спецверсии. На сей раз сразу три «Лады» заполучили черные варианты исполнения. Вести и «Х-Рею» перепали черная окраска крыши и зеркал, двухцветные колеса и фирменные логотипы на оконных рамах. Сиденья одеты в черно-серое, а потолок стал темным. Для «Весты» доплата составит 35 тысяч рублей, в которые также включен зимний пакет. Специальный «Х-Рей» обойдется на 46 тысяч дороже стандартного, так как ему вдобавок перепала продвинутая медиасистема. А вот внедорожник 4х4 порадует лишь черным салоном и колесными дисками. Ну и доплата скромные 9 тысяч рублей.